А также хочу поблагодарить предыдущим докладчикам за очень интересные месседжи. И моя часть нашей общей кастроэнтерологической секции, можно так сказать, будет касаться печени. И мы будем с вами обсуждать сегодня один из самых распространенных нозологий печени, неалкогольная и жировая болезнь печени, стеатогепатоз, так называемый, и его осложнение стеатогепатит. Давайте вспомним еще раз статистику. Мы как часть Европы, часть Восточной Европы, для нас очень важно понять, какие статические данные существуют в мире по неалкогольной и жировой болезни печени. Вы видите на экране, что в разных странах Европы приблизительно от 17 до 45% варьируется встречаемость данной нозологии. Лидирует в Европе Франция. Оказывается, что в этой стране большинство пациентов, обращающихся к астроэнтерологу, там больше всего ставится неалкогольная и жировая болезнь печени и стеатогепатит. Все стандарты, все рекомендации, коллеги, которые вы увидите, услышите сегодня в моей части презентации, опираются на самые авторитетные рекомендации, можно так сказать. Это международные стандарты, это международные гайдлайны, которые публикуются и делаются апдейт фактически ежегодно и руководствуются абсолютно весь мир и все кастроэнтерологи из разных стран. Значит, можно сказать, что библией заболеваний печени и желчеводящих путей считается, для нас, для европейской нации, считается изловский стандарт. Вы видите правую часть, верхняя правая часть экрана. Это Европейская ассоциация по изучению заболеваний печени и желчеводящих путей, которая, в принципе, отвечает фактически на все вопросы касательно болезни печени и желчеводящих путей. Частично будем затрагивать американские рекомендации. Есть Американская ассоциация по изучению заболеваний печени, тоже, который, в принципе, можно сказать, что дозаполняет европейских рекомендаций. Есть, а также и организация ВГО, мы все прекрасно об этом знаем, которая тоже публикует данные о том, как надо лечить и курировать пациентам данные нозологии. Что такое неалкогольная жировая болезнь печени? Коротко определение взято изловского протокола. Вы сейчас видите на слайде. Есть два подтипа неалкогольной жировой болезни печени. То есть, есть неалкогольная жировая печень, то есть, так называемый стеатогепатоз. Есть неалкогольная стеатогепатит, то есть, тот момент, когда уже трансаминазы начинают повышаться. Вот этот последний пункт уже по последним данным может быть триггерным фактором проявления у данного пациента фиброза, дальше уже цирроза и, к сожалению, в конце гепатоцеллюральной карциномы. Так, какие есть требования о том, когда надо проводить скрининг у пациента с неалкогольной жировой болезнью печени? На какие другие нозологии? То есть, если у нас на приеме находится пациент, и мы видим, и выставляем диагноз стеатогепатоз, у данных пациента надо обязательно скринировать на метаболический синдром. То есть, мы должны исключать у данного пациента этот диагноз. Рекомендации, которые вы сейчас видите на экране, они очень сильные. Вы видите значок А1, в 2018 году был опубликован на американской организации, дальше уже Европа тоже начала скринировать таких пациентов на следующие нозологии, которые вы сейчас видите на экране. Если есть высокие трансаминазы, естественно, скринируем на неалкогольный стеатогепатит. Если пациент с ожирением или метаболическим синдромом, мы исключаем неалкогольный стеатогепатоз или стеатогепатит. При НАЖДП исключается, верифицируется наличие диабета. И наоборот, если есть сахарный диабет тип 2, надо верифицировать наличие неалкогольной жировой болезни печени. То есть, несмотря на все эти подпункты, отдельно есть еще графа у американцев о том, что если в семье кто-то имеет диагноз неалкогольный жировой болезни печени, стеатогепатоз или стеатогепатит, это не является показанием других членов семьи проводить скрининг и верифицировать других членов семьи тоже данный диагноз. То есть, таких особых показаний нет. Как связан неалкогольный стеатогепатоз с метаболическим синдромом и как мы можем его верифицировать? Вот есть 5 топ-пунктов, если мы хотим выставить, или если мы планируем выставить диагноз метаболический синдром, мы обязательно должны учитывать те моменты, которые вы сейчас видите на экране. Это изоловские, то есть европейские рекомендации. Значит, вес, естественно, наблюдение над антемиальным давлением, определение натощак глюкозы в крови, определение липидограммы, особенно надо обратить внимание, 3 глицеридов, и холестерин высокой плотности. Сейчас уже очень легко и абсолютно не является проблематичным верифицировать у пациента индекс массы тела. Раньше были таблицы, мы высчитывали их вручную. Сейчас есть очень простая ссылка. Мы просто его можем в интернет-ресурсах пробить, внести рост и вес пациента, и автоматически мы получаем индекс массы тела. Есть на английском, есть на украинском языке, есть и на русском языке. В принципе, на данный момент абсолютно не считается проблематичным. То есть, опять-таки, ИЗЛ нам говорит о том, что если мы клиницисты, терапевты, гастроэнтерологи, семейные врачи, выставляем диагноз стеатогепатоз или стеатогепатит, рекомендуется, чтобы дальше мы указали пациента в диагнозе индекс массы тела. На что доктор должен обратить внимание перед тем, пока он напишет диагноз неалкогольный стеатогепатоз или стеатогепатит. Есть десятка исследований, как и инвазивных методов, как и инвазивных, когда стоит прибегать к ним, если мы планируем выставить диагноз стеатогепатит. У пациента в анамнезе злоупотребление алкогольных напитков. Дальше вторым пунктом идет, еще раз подчеркиваю, что это ИЗЛовский протокол, то есть европейский, которым вся Европа руководствует. Вторым делом надо верифицировать наличие или отсутствие сахарного диабета и артериальной гипертезии, высчитать индекс массы тела, исключить наличие вирусных гепатитов, гепатит В и гепатит С. В анамнезе выяснять прием медикаментов, которые потенциально могут дать осложнение по состоянию печени, потому что есть еще отдельный, другой тип диагноза, это медикаментозное поражение печени, которое никакое отношение не имеет с диагнозом. Дальше, следующий момент, верифицировать отрансаминазы плюс ГГТП, клюкоза, гликозированный гемоглобин индекс хома, общий анализ крови, липидограмма и десятый пункт, уже после этого надо инструментально исследование провести, простой трансабдоминальный УЗИ органов ручной полости, который очень распространен в нашей стране, мы часто к этому исследованию прибегаем, и это исследование входит в принципе уже скрининговых исследований и исследование нашей кастреологической в рутинной практике. Дополнительные три анализа, если мы уже видим отклонение в этих 10 точках, 10 пунктов, рекомендует ИЗЛ, что обследовали пациента на наличие ферритина и насыщение трансфере железом в крови, исключать телеакео и заболевание щитовидной железы, и еще есть, не совсем часто встречаем диагноз печени, заболевание Вилсона, который больше встречается у мужчин, у молодых мужчин, чем у женщин, тоже по стандарту рекомендуется исключать на наличие этих диагнозов. И все-таки, что мы имеем на сегодняшний день, самые часто прибегаемые исследования и анализы, как верифицировать стриотогепатоз или стриотогепатит, топ-3, мы все это прекрасно знаем, это УЗИ органов ручной полости, северодичные биомаркеры, и очень последние годы, очень, можно сказать, один из самых современных методов диагностики, это стриотометрия и фиброскан, и, с частью, этот метод исследования возможно в Украине, делается в разных городах, он идет в стандартах верификации этого диагноза. Когда уже на уровне УЗИ диагностики можно определить наличие фиброза, можно определить наличие стриотоза и воспаления в ткани, в структуре печени. Помимо вот тех нетравматичных и неинвазивных методов исследований, дальше уже по американским гайдам идет речь о том, что если мы не находим истинный диагноз на основании тех три пунктов, которые вы сейчас видите на экране, дальше можно прибегать к диапсии печени, и в американских гайдах он идет как золотой стандарт. Мы к этому исследованию, к этой части диагностики редко прибегаем в Украине, потому что все-таки большинство случаев у нас получается, используя менее травматичные методы диагностики, достичь цели и выставить правильный диагноз. Дальше идет очень интересный алгоритм о том, когда так называемый джипист, то есть семейный врач, направляет пациента к гастроэнтерологу с театогепатитом, и когда он берет пациента с театогепатитом на себя и не считает нужным включить процесс гастроэнтеролога. Тут, в принципе, этот алгоритм очень все четко об этом показывает. Никакой необходимости нет о том, что ежемесячно предлагать пациенту с театогепатозом или с театогепатитом ходить на консультацию к гастроэнтерологу или терапевту, чтобы контролировать состояние. Этот диагноз сформируется очень быстро, но чтобы избавиться от данной нозологии, для этого надо в некоторых случаях годы, в лучшем случае месяца. Поэтому есть интервал наблюдения пациентов, наличие или отсутствие от стеатогепатита, или наличие стеатоза, как часто мы над такими пациентами должны в обычной рутине практически наблюдать. Видите на экране, что есть вариант, когда раз в два года контролировать надо состояние, есть вариант, который раз в три или пять лет, это в зависимости от наличия стеатоза. Но если уж есть высокий риск развития фиброза, тогда уже процесс включается в гастроэнтеролог, и дальше уже, исходя из результата анализов, гастроэнтеролог сформирует интервал наблюдения у таких пациентов. Очень интересная система баллов неалкогольного стеатогепатита при ожирении. По рекомендациям ВГО, с 2017 года считается нужным в европейских странах, и мы уже тоже в нашей рутинной практике пользуемся этой системой, выставляем в диагноз балл у пациентов с ожирением риск развития неалкогольного стеатогепатита. Настолько у них могут развиваться стеатогепатит. Простая шкала, система баллов. Видите, всего лишь шесть пунктов, на которые надо обратить внимание. Наличие гипертензии, наличие сахарного диабета тип 2, наличие высоких трансаминаз, АЛТ и АСТ, апноэ во время сна, и может очень удивительно звучать, но оказывается, что белая раса является все-таки риском то у пациентов с ожирением, что у них больше есть вероятность о том, что у них развивается стеатогепатит в сравнении с темнокожными. Поэтому вот эти факторы мы все высчитываем. Если есть все эти пункты, мы представляем соответствующие баллы, которые вы сейчас видите на экране, 1, 1, 1, 1 и 2, суммируем, и пациенту с ожирением можем говорить о том, что вы, допустим, попадаете в риск зону, что у вас может быть развиться неалкогольный стеатогепатит, если вы вовремя не будете принимать меры. Либо это будет низкий риск развития стеатогепатита, умеренный риск развития, высокий или очень высокий. И как с ними бороться, что сегодня существует, какие методы борьбы с стеатогепатозом, с стеатогепатитом. Первый пункт, уважаемые коллеги, первое место занимает эта физическая нагрузка. Спорт, и нету никакой четкости или определенности, какой-то определенный вид спорта даст больше эффекта. Нет, таких данных нет. И Европа, и Британия, и Штаты, Япония с Китаем пишет о том, что любой вид спорта, лишь бы пациент двигался, лишь бы пациент терял вес, помогает улучшить структуру печени и нормализовать показатели по печеночной функции. Второе место занимает то, что я уже говорил, похудение. Очень часто пациент может задать вопрос, а сколько мне надо похудеть? В идеале мы опять открываем эту ссылку, где можно высчитать идеальную массу тела и говорим о том, что вот вы должны добиться вот такой идеальному весу. Но есть минимум. Исходя из веса, рекомендуется, что минимум от 3 до 5% пациент потерял вес и однозначно будет улучшаться печеночный показатель, будет улучшаться структура печени. А вообще в идеале рекомендуется, что от 7 до 10% это очень хороший эффект даст, и тогда уже мы можем полностью избавиться от этого диагноза. Есть рекомендации по поводу питания. Есть такое, так называемая, гипокалорийная диета. Эта диета уже, и питание занимает третье место по, один из самых эффектных методов борьбы с тетокепатозами, с тетокепатитом. И первое место по гипокалорийным диетам занимает средиземно-морская диета. Оно считается, прямо вот так и пишут американцы, что это золотой стандарт, взять все виды питания у таких пациентов эффективнее всего средиземно-морская диета. Да, это не совсем дешевый вид питания, но по стандартам она дает очень хороший эффект. Отдельно есть еще ремарки по поводу кофе. О том, что не стоит пациентам с тетокепатозом сказать категорично, что вам нельзя кофе пить, потому что нет таких данных, что употребление кофе как бы может плохо влиять на состояние печени. Поэтому ограничить их, если они любят кофе, пьют кофе, если у них других проблем приема кофейна не вызывает. Очень интересные данные по поводу употребления алкоголя. Европейские данные, первый столбик, есть азиатские рекомендации, есть американские рекомендации тоже. У них у всех одни и те же пункты, одни и те же опции по поводу употребления алкоголя. Тут, коллеги, речь идет только о неалкогольной жировой болезни печени, то есть только о стеатогепатозе. То есть речь не идет о стеатогепатите. Да, если уже стеатогепатит, естественно, тогда исключаем алкоголь фактически до мизера. Доносим и говорим пациенту, что употребление алкоголя дальше будет ему угрожать состояние печени. Тут речь идет только о стеатозе. Во время стеатоза нет данных о том, что пациент должен полностью исключаться алкоголь. Вы видите, что до 30 грамм чистого алкоголя в день для мужчин можно дозволено, а для женщин до 20 грамм. Это примерно до 3 бокала вина. И у всех организациях одинаковые данные о том, что до 3 бокала можно использовать вино у пациентов с неалкогольной жировой болезни печени. Только стеатозом, а не стеатозом. Апотитом. И самые важные рекомендации оригинала вы сейчас видите на экране. Мы постарались взять из Европы, из Америки, и с последним гайдом, который был сделан британскими коллегами, перевели специально для вас на украинский язык, что мы можем делать и знать по последним данным по поводу данного диагноза. Не все пациенты с жировой болезнью печени требуют каких-то агрессивных методов терапии. К сожалению, очень часто встречаемся и до сих пор в нашей стране о том, что выставляется диагноз стеатогепатоз и назначаются разные виды препаратов, гепатопротекторы и врачи, наверное, думают, что вот так можно с ним побороться. Стеатогепатоз по данным всего мира до 80% случаев очень хорошо отвечают и регрессируются, если пациент улучшает качество жизни в плане образа жизни, имеется в виду физическая нагрузка, питание. Эти моменты больше дают эффекта, чем медикаментозная терапия. Поэтому европейцы подчеркивают в своих гайдах о том, что не все пациенты стеатозом требуют каких-то медикаментозных вмешательств. Лучше, чтобы они сначала нормализовали свой образ жизни, увеличить физнагрузку, соблюдение правила питания. Это даст больше эффекта, чем медикаментозный вид терапии. Дальше, витамин Е очень хороший результат дает и улучшает обмен на уровне печени. Омега-3 жирные кислоты есть, у них тоже доказательные данные о том, что их в принципе не следует использовать для специфических лечения неалкогольной жировой болезни печени. Как и медформин потерял свое место для лечения стеатогепатита. Статини можно использовать с целью того, чтобы мы регулировали дислепидемию, чтобы нормализовали отклонения лепидограммы. И такая обнадеживающая фраза, что в данный момент, это фраза за 20-й год, за последний апдейт европейских стандартов, что, к сожалению, не существует какого-то определенного единственного препарата, что вот данный препарат пациент может принимать и у него неалкогольный стеатогепатит будет регрессироваться. К сожалению, каких-то обосновательных, доказательных данных о медикаментозной терапии даже до сегодняшнего дня в мире не существует. И вот таблица, которая дальше уже от ВГО была показана, ВГО собрала абсолютно все мировые стандарты, взяла изловские рекомендации по Европе, британские, наис, азиатские, американские, тихоокеанские, и все единогласно говорят, что и метформин, витамин Е, УДХК, есть очень много, силимарин, недостаточно данных, недостаточно данных, недостаточно данных о том, что они положительно могут повлиять на состояние печени. Да, они могут помочь, но 100% гарантию даст о том, что у пациента нормализуется показатель печени, уйдет стеатоз, к сожалению, нет, не может. Самое главное физнагрузка, правильное питание, и это даст гораздо лучше эффекта, чем медикаментоз. Ну, все-таки, что мы можем помочь пациентам, как мы можем помочь им не только в плане коррекции режима жизни, но еще с медикаментозрительной точки зрения, что мы имеем из валидных, из авторитетных исследований в мире. Есть американские исследования, есть азиатские исследования по поводу бетаина, что он имеет противовоспалительный процесс, противовоспалительные свойства. помимо этого, этот слайд очень хорошо показывает о том, на что бетаин может влиять в самом процессе. Он регулирует метаболизм липидов, регулирует метаболизм глюкозы. по поводу этого слайда очень долго можно оговорить, как он включается в голоджи аппарат, как он влияет на митохондрию структуру, но в принципе в целом это было исследование, которое было проведено в 2015 году, которое доказал тот момент, что бетаин положительно влияет на метаболизм глюкозы и липидов в организме. Исследование наших американских коллег, длительный прием бетаина вы видите, что данные пациенты принимали до года бетаин, как начало уменьшать трансаминазы. АЛТ и АСТ потихонечку, потихонечку, медленно, но потихонечку начали нормализоваться и падать их показатели. Опять-таки еще раз сталкиваемся с тем моментом, что очень легко данный диагноз может сформироваться и проявиться у пациента, но когда начинаем бороться с театогепатитом или с театозом, то он очень медленно регрессируется и медленно идет вниз. То есть бороться придется месяцами и никогда это лучше годами. Свойства еще бетаина плюсы, то, что вы сейчас видите на экране, думаю, что для многих астронтерологов знакомо этот момент. И буквально шесть месяцев назад начали провести исследование, но исследование еще не закончилось, оно еще длится. Это очень громкая заява, которую первые американцы сказали на онлайн-конгрессе у инфекционистов и гастронтерологов, что у них уже есть данные о том, как бетаин уменьшает патогенические свойства COVID-19 вируса. И они уже доказали о том, что бетаин улучшает, стабилизирует мембрану титоплазмам и с этим он уменьшает преметрацию вируса внутрь. Но пока что это исследование еще не закончено, оно еще длится, и мы будем очень ждать, какой вывод будет сделан после того, как они наберут достаточное количество пациентов, уже скажут окончательные данные о том, как с бетаином дальше быть. По поводу эльгаругинина очень уже долго идет речь, уже больше 20 лет, мы прекрасно об этом знаем, насколько он имеет качественные свойства и эффективным является план детоксикации, как он может бороться с разными нозологиями патологии печени, поэтому по поводу аргинина больше не будем останавливаться, просто очень мало было информации до бетаина до сегодняшнего дня, а всегда во всех конгрессах говорили больше о свойствах аргинина, поэтому сейчас мы решили все-таки дебетаин тоже вывести на первый план. И что мы имеем на рынке Украины? Мы имеем средства, которые содержат оба компонента, там есть и аргинин, есть и бетаин, это гепозак, средство МИКС, который в принципе себе очень хорошо позиционировал в ведении пациентов с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом, и это мы уже увидели на образе нашего одного пациента, позвольте вам показать уже к концу моей презентации клинический случай, пациент 37 лет с ожирением, выявите на экране индекс мастила больше, чем 30, особых жалоб нет, не было, любит курить марихуану и алкоголь употребляет в меру. Пациент в связи с ожирением был обследован по стандарту, как изложительный протокол нам пишет, анализы и инструментальные методы исследований, которые он проходил, общий иммуноглобулиния был выше нормы, в связи с этим пациентам было рекомендовано гипоаллергенная так называемая элиминационная диета, потому что есть показатель на пищевую аллергию, он высокий, общий иммуноглобулиния, и дальше уже по состоянию печени, и дальше уже по состоянию трансаминаз и других показателей в крови, был выставлен диагноз, то, что вы сейчас видите на экране, неалкогольная жировая болезнь печени, стеатогепатит, умеренная активность, на фиброскане фиброз отсутствует, F0, но, к сожалению, есть стеатоз, S3, и пищевая лирбия, это уже дополнительный диагноз под вопросом. Данным пациентам было рекомендовано, ну, опять-таки, все наши действия мы должны по протоколу ввести так, как нам говорит международный стандарт, чтобы мы были правы, защищали себя в первую очередь, потом защищали пациента, и сейчас очень модно и актуальным становится доказать свои действия перед страховыми компаниями. Я думаю, что в ближайшее будущее, как вся Европа уже перешла на страховую медицину, в Украине, наверное, тоже наступит момент, когда все мы будем застрахованы, и страховые компании будут требовать от нас, чтобы мы как положено по стандарту, по протоколу лечили всех пациентов. Физическое навантажение, гипокалорийная диета и плюс монотерапия средством ГЕПАЗАК, то, что я вам показывал в предыдущих слайдах, сочетание аргинина и бетаина. И вы видите показатели, которые до начала терапии были у данного пациента, и через 3, через 6 месяцев, как они медленно, медленно начали снижаться и нормализоваться. То есть данный пациент дальше тоже после 6 месяцев продолжил пить ГЕПАЗАК до 12 месяцев, до года, пока мы не достигли уже стойкой нормализации печеночных показателей. То есть сочетание монотерапии с гипокалорийной диетой и с физической нагрузкой дал нам очень хороший эффект в случае данного пациента. Спасибо, коллеги, большое за внимание. Продолжение следует...